Рафик, сегодня закончилась только что премьера фильма. Ваши впечатления об увиденном, может быть, какие-то открылись незнакомые факты истории? Ну, естественно, много документального материала, который мы раньше не видели и не могли видеть. И спасибо режиссёру, спасибо кинематографистам, которые нашли, проделали огромную работу. И нужно это донести до людей. К сожалению, не очень много было народу, конечно, в зале. Я думал, что будет переполненный. Но, видать, такие тяжёлые фильмы не все могут смотреть. Понятно, что это не развлечение. Там надо думать, там много есть сопереживаний. Но мне больше всего понравилось то, что авторам удалось показать, что означает быть миссионером. Всё-таки миссионеры, мне кажется, это люди от Бога, которые или для которых нет чужого горя. Они могут сопереживать, они могут сочувствовать, они готовы посвятить себя полностью, без остатка, вот тем, которым плохо, которые находятся в беде. Именно вот все пять миссионеров из разных стран, с разными судьбами, но выполняли именно вот эту функцию. Это та функция, которую должен, мне кажется, выполнить, а если не может, то стремится к этому любой христианин. В мире, тем более в сегодняшнем, современном, у нас актуальность темы мира, она, наверное, особо важна. И этот фильм, он, с вашей точки зрения, вот он способствует тому, чтобы остановить агрессию или привлечь внимание к тому, насколько важно сохранение мира. Ну, мне трудно сказать, какое может оказать влияние на чувства людей в разных странах, разных народах. Потому что, хотя и мы говорим, что чужого горя не бывает, но есть и равнодушные люди. Вот если этот фильм сможет затронуть сердца людей, вот вывести из состояния равнодушия, значит, он выполнил свою миссию. Если не сможет, значит, ну, не совсем, может быть, еще надо поработать с этой точки зрения.